добрый день сегодня головоломка компании сэнксо ранее известная как шинк шоу и это не что иное как иви куб торгово названием apple leaves cube ну это видимо авторские права либо что-то такое по сути это и веку коробочка очень похожа на коробочку от такой головоломки тоже сэнксо и опять эти рельефные картинки все красиво мне нравится новая упаковка этого бренда открываем смотрим головоломка и даже есть инструкция посмотрим что в ней много всего ну да это туториал для иви куба по-китайски по-английски но мы собирать и веку умеем поэтому конструкция нам не пригодится куда интереснее сама головоломка я на всякий случай достану скилб вдруг кто забыл что это и вот аоян имеет некое сходство с этим и веку бом от сэнксо такая же выемка есть в центральном элементе и веку б это упрощенная версия с куба у которой вместо восьми углов есть его 4 остальные они скрыты сразу два три четыре четыре уголка но обычно с куба 4 с одной стороны 4 другой стороны их всего 8 но собирается аналогично поскольку с куб это кубическая версия пирамидки то и веку б можно собирать либо как куб либо как пирамидку кому как нравится и сравнивать мы будем его с популярными моделями причем они обе от чаи классический и веку б не глонг под названием six spot которая внешне окажется чуть другой нас механизм тот же самый просто по-другому выглядеть элементы мы одно и то же сделаем и веку блонка очень простая собирается в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубинку пусть их от давно не было но они вернутся и и веку б там тоже будут наверное собирать для тех кто не умеет собирать и веку мне есть подробный туториал на мы сразу перемешиваем головоломку и смотрим на вращение если мы вспомним обычный иви от чаи то у него не было никаких фиксаторов и уже спидкуберы самостоятельно добавляли сюда магниты чтобы она как-то контролировалась у six spot уже появились подшипники не ошибаюсь подшипники и какая-то фиксация была здесь же не подшипники не магниты но система шип паз как на пирамидке 4 на 4 от мафанка того же то есть вот здесь вот есть такой выступ этот выступ попадает вот в эту ямочку и соответственно происходит щелчок и головоломка фиксируется вполне неплохое решение и имеет место быть шумновато головоломка по размеру ну вроде бы такая же как и конкуренты но нас слегка выпуклая ну или слегка закругленные поэтому в руках ощущается поменьше ну вращать приятно и вот эти выемки наверно даже помогают чего не скажу на ауяне без них было хорошо хотя ауян поставляется и с такими с другими крышками с этим наверное все таки удобнее ну и на иви тоже я не умею делать вот такой пиф-паф как на скьюбе на иви специально я его не тренирую поэтому оценить аэродинамику головоломки я полностью не могу но могу собрать собирается и веку достаточно легко и приятно всем хороша головоломка мир даже перемешаю еще разок чем лучше чем обычный и веку тем что есть фиксация чем лучше с экспота тем что у него послабее фиксация у сэкспота и вот эти вот острые края за них можно цепляться с непривычки как то так здесь классическая форма есть фиксация цветной пластика напомню только цветном пластике выпускается неприятное вращение собираем собираем одну сторону собираем вторую сторону мы собираем все что осталось вполне интересная модель для иви те кто профессионально собирают обязательно обратите внимание возможно вам это понравится а я наверно даже оставлю его как основной для этой дисциплины когда придется поучаствовать скорее всего то возьму именно эту головоломку очень даже хорошо если вы не собираете иви на скорость и у вас есть обычный иви то интереса к этому кубику конечно никакого то есть он полностью повторяет его функционал если логатертипов нет приедем на него смотреть но если вы увлекаетесь скоростной сборкой такой головоломки то очень рекомендую стоит недорого вращается хорошо есть фиксация не нужны магниты а на этом все всем спасибо всем пока